Здравствуйте, мои дорогие подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодня очень короткая тема, и я хочу, чтобы все, во всех семьях, все люди, которые любят помидоры, в этом году зимой были бы счастливы и ели бы эти помидоры столько, сколько они хотят. Проблема заключается в том, что мы обременены уже возрастом, естественно, болезнями. И даже и дети наши, уже имея возраст 45-50 лет и чуть побольше, они тоже страдают желудочными проблемами. Слава богу, если это просто гастрит, но ведь есть же еще и язва всевозможная, и кишечника. А ведь хочется очень вот эту вот красоту поесть зимой. Вот у меня есть такой рецепт, чтобы эта красота была доступна практически каждому. Мы законсервируем так помидоры, что есть можно будет кому угодно. И ребенку маленькому, и старому человеку со всеми болезнями, с целым букетом кишечно-желудочного тракта. Смотрите, значит, вот в этих баночках помидоры. Здесь вот такие золотые, а вот здесь просто красные. Вот они. Это сливовки на самом деле. Значит, что нам надо сделать? Нам надо просто красиво порезать. Я убираю вот таким образом. Вот этот нож не очень люблю. Люблю вот такой вот нож для сыра и хлеба. Убираю вот этот хвостик и разрезаю пополам. И еще для тех, у кого нет удачи, у кого нет вообще, даже и на балконе ничего не выросло, просто купите помидоры. В магазинах сейчас продают и сливовки, и дамские пальчики, и желтые, и красные, и темно-розовые. Но старательно резать надо вот таким образом. Смотрите, надо поймать момент, чтобы разрезать, чтобы наименьшее количество семечек было видно. То есть была бы защита. Вот разрезав их вот так, они очень легко уложатся в баночки. А вот что нужно сделать дальше? Не надо сюда никакой соли, никакого сахара, никакого перца, никакого уксуса, не дай бог. Для того, чтобы не пользоваться уксусом, нам надо отстерилизовать вот это содержимое этих банок. Мы наливаем остывшей, но она не холодная, она достаточно теплая, кипяченая вода. Заливаем в банку, ее потребуется не очень много. И в эту банку. Ну, из большой сотейника лить неудобно, поэтому у меня на всякий случай есть и маленький. Так, убираем сито. Воронку. Смотрите, нужно долить, конечно, вот так вот, желательно, до верха. При стерилизации, как это ни странно прозвучит, увеличится объем влаги в банках. Я буду стерилизовать в микроволновке. Для меня это обычное дело, я так привыкла. Маленькие банки до литра входят туда совершенно спокойно. Я пустые стерилизую там, крышки нет, а банки там помытые, да, выполосканные. Прекрасно все это стерилизуется. И стерилизовать будем, значит, момент, когда начнет здесь булькать жидкость, должно пройти на вот такие баночки, ну, 4-5 минут. Будет достаточно, когда начнет булькать. На 750 ставлю волны. Ну, а потом, естественно, мы просто горячее их закатаем. Ну, вот, стерилизация закончена. Вы видите, что оттуда выходят пузырьки очень интенсивно. Крышечку накладываем. Кстати, подарочные крышки очень красивые. Накладываем и закатываем назад и вперед до упора. Банки очень горячие, поэтому не рекомендую брать голыми пальцами. Да, нужны какие-то перчаточки с пупырышками. Точно одна женщина написала «Закрываю». И знаете, что я вам хотела еще сказать? Значит, вот рецепт с водкой, который я дала на огурце. У некоторых банки помутнели, а у некоторых взорвались. Знаете, все-таки это беда крышек и банок. Потому что одни крышки идеально подходят, другие крышки вообще не подходят к этой же банке. Это странно, конечно. И еще я прочитала, что завод-изготовитель рекомендует закатки, не закрутки, а закатки. Не переворачивать банки. Давайте им остывать под теплыми одеялами, вот в таком виде, вот так вот, стоя крышками вверх. Попробуйте и вы так сделать. Ну, мои помидоры готовы. Вы попробуйте пару банок. Ни соли, ни перца, ни уксуса. Здесь нет ничего. Здесь хорошая стерилизация нужна. От момента начала бульканья, ну, вот на такую маленькую баночку, 4-5 минут обязательно. То есть должно быть нагрето и прогрето идеально, чтобы там воздуха не осталось. Пожалуйста, помните об этом. Ну, а теперь для того, чтобы это все остыло правильно, кстати, огурцы с водкой можете дать остывать, не накрывая. Попробуйте еще такой вариант. Просто пускай остывает на столе. Чем быстрее, тем лучше. А это все вот так под шубку до полного остывания. Ну, сюда теплую какую-нибудь там курточку, шапочку, не знаю, одеялка детская бывшая. И все это получится замечательно. Ну, на этом закончим. Субтитры подогнал «Симон»